Добрый вечер всем жителям и гостям большого Красноярского края. Телеканал Енисей ведет прямую трансляцию в преддверии важного для всего региона, да и для всей России, наверное, мероприятия. В студии для вас работают Александр Дьяков и Артем Курчавый. Сегодня, если быть совсем точным, то уже в первые часы воскресенья примерно в три ночи решится, станет ли Красноярск столицей 29-й, Всемирной Зимней Универсиады. Это решение будет принято на заседании Исполнительного комитета Международной Федерации Студенческого Спорта или по-другому ФИСУ. И решение будет приниматься в Брюсселе. Это столица Бельгии и у нас 7 часов разницы во времени. Именно поэтому мы сможем узнать результаты голосования в три часа ночи. И сегодня у нас будет два прямых включения из Брюссели. Одно сейчас с презентацией Красноярска и второе самое важное в 2 часа 50 минут, когда будет непосредственно оглашение результатов. Сейчас в Брюсселе в административной штаб-квартире ФИСУ находится наша съемочная группа с корреспондентом Ириной Алиевой. Чуть позже, через несколько минут, мы выйдем с ней на связь. И кроме того, там же находится большая делегация из Красноярского края, губернатор, глава города Красноярска, специалисты краевого правительства, депутаты и послы универсиады. Да, ну а в нашей студии находятся приглашенные нами гости-эксперты. Познакомлю, это Сергей Ладыженко, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. И Иннокентий Черноусов, студент Сибирского федерального университета, волонтер заявочной кампании Красноярска. Здравствуйте, Иннокентий. Здравствуйте. 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 И хотелось бы сразу начать с вопросов, да, и вопрос именно такой. Два года мы шли к этому событию, два года мы шли к этой дате. Что было сделано за это время? Как мы шли к заявке на универсиады? На самом деле, если перечислять все те мероприятия, события, дела, которые были сделаны за эти два года, не хватит никакого эфира абсолютно точно. Нужно сказать, что это не только сотни мероприятий, акций, но это большая-большая работа федерального центра, большая работа Министерства спорта Российской Федерации, большая работа команды губернатора Красноярского края, депутатского корпуса, большая работа ректорского сообщества, студентов всех, волонтеров, которые в этой кампании были очень сильно вовлечены. И всех-всех жителей Красноярска, которые голосовали, которые участвовали в мероприятиях, которые носили свой вклад и фирменную символику, и придумывали эскизы одежды для волонтеров заявочной кампании. Много чего было сделано за эти два года, на самом деле, невероятное просто количество вот этих реальных дел, и мы надеемся, что все это было не зря, и что сегодня наша заявочная кампания подойдет к концу. А какого рода это были мероприятия? Ведь достаточно было всего лишь пригласить, заявиться, вот, собственно, две таких реперных точки. Смотрите, тут две задачи было. Во-первых, нужно сделать все для того, чтобы сформировать заявочное досье Красноярска, как кандидата, способного принять такое международное событие. И это большая работа, аналитическая работа, большая работа по проектированию, по переговорам с федеральными структурами, по выбиванию каких-то бюджетных средств и так далее, и так далее. И второе, это нужно было сделать так, чтобы ФИСУ получила четкий ответ, а нужна ли красноярцам универсиада. И вот для того, чтобы получить этот ответ, большое количество мероприятий, акций, событий проводилось, чтобы просто рассказать о том, что же такое эта универсиада, какую пользу она может принести городу Красноярцу, красноярцам. И в конце концов, красноярцы, собственно говоря, вот свое мнение так или иначе высказали. ФИСУ это мнение приняло, и мы сегодня надеемся, что это мнение позволит нам победить. — Сергей, самый распространенный вопрос — это что же универсиада даст Красноярску? То есть какие-то объекты, какая-то инфраструктура. Вот что конкретно планируется сделать в Красноярске? — Вот вы формулируете вопрос очень в правильном залоге. Мы четко понимаем сейчас, что универсиады — это не сама цель. Универсиады для нашего города, для нашего региона — это средства для достижения очень большой цели — качественного увеличения уровня жизни в нашем регионе. Это значит, что должна измениться и социальная инфраструктура, и система здравоохранения, и транспортная инфраструктура, и система образования. Должны появиться новые спортивные объекты, и спорт наш, который уже находится на серьезном мировом уровне, должен взять еще более высокую планку. Это, конечно, и молодежная политика, и отношение к жизни и к самим себе наших красноярцев. Потому что сегодня мы можем говорить о том, что красноярские знают только мы и ближайшие наши соседи. Мы должны открыть Красноярск миру, мы должны показать себя с хорошей стороны, и от этого вырасти над собой, понять, что у нас есть очень-очень большой потенциал мирового масштаба. Вот это такая глобальная цель, и мы надеемся, что это то наследие, которое универсиада для Красноярска ставит. Может быть, теперь поговорим с Аннокентием. Аннокентий, вы волонтер. Что такое волонтер? Потому что немногие наши зрители представляют, для чего это... Ну, волонтер – это тот человек, который бескорыстно занимается общественной деятельностью, помогает прийти к общей цели, и... В наше время это вызывает подозрения. Зачем вам это нужно? Ну как? Во-первых, конкретно для меня я хочу, чтобы в нашем городе прошла универсиада. Во-вторых, это неплохая точка роста на самом деле, потому что карьерная лестница реально работает. Год назад я был штатным фотографом, волонтером, и сейчас, с сентября, я уже один из... Ну, рабочих сотрудников ОНО «Спортивного Красноярска». Это дает колоссальные возможности, много эмоций и, ну, опыт, опыт. Ну, а в чем заключается работа волонтеров? Что вы делаете? Ну, помогаем организовывать мероприятия. Уже сейчас пока еще ничего по сути? Да, нет, за спиной уже очень много, многое, организации очень много мероприятий. Я занимался фотографией, кто-то был волонтером, когда, ну, рассказывал о универсиаде. Вручение сувенирной какой-то продукции, ну, очень много на самом деле делается. Иннокентий, я знаю, что вы работали волонтером на Казанской универсиаде, да? Да. Вот расскажите, как город изменился, как вот Казань изменилась, когда в нее пришла универсиада? Ну, это было просто феноменальное событие, не только для России, не только для Казани, но вообще и для всего мира даже, можно так сказать. Было очень-очень здорово. Город преобразился, ну, мне не с чем сравнивать, но это было больше похоже на Европу. Инфраструктура, облик города, настроение населения и вот тот шарм, который приходил там. Там много иностранцев, которые бегали по улице и обнимались, менялись какой-то сувенирной продукцией, то есть это непередаваемое ощущение. А вы сам красноярец? Да. Ну и как вы думаете, Красноярская не сможет на фоне того, что было в Казани, ударить в грязь лицом, а может быть сделать и круче, что называется? Ну, не будем забегать, я думаю, вперед. Я думаю, мы все будем стараться, чтобы это было хотя бы либо на таком уровне, либо, конечно же, еще лучше. Но я думаю, у нас все для этого есть. Ведь у нас есть зима, у нас есть уже существующая инфраструктура. И главное, это люди, которые могут этим заниматься и хотят этим заниматься. А что касается волонтерского движения, вот Сергей как раз говорил про молодежные движения, молодежную политику, вот именно волонтеры, они только красноярцы или это все-таки молодежь всего края привлекается к этому? Вот если посмотреть на опыт Казани, то там работала молодежь вообще со всей страны. И у нас из Красноярска ездило вместе с Иннокентием большое количество ребят, такой дружной компанией, там работали на разных объектах. Кстати, красноярские именно волонтеры, с учетом того, что у них есть уже опыт работы, они получали самые такие серьезные задания там в Казани и работали на самых сложных объектах. Вот наша задача к 2019 году сделать так, чтобы в Красноярском крае, как минимум на самом Нью-Сиаде, было задействовано несколько тысяч волонтеров. Это люди, которые не просто хотят бескорыстно помогать в организации этого большого события, но это люди, которые обладают определенным культурным уровнем, они знают историю нашего региона, нашего города, они знают английский язык, понимаете? То есть вот это такой вызов на самом деле сегодня перед нами стоит, как собрать такую команду людей, которые готовы бескорыстно и со всей душой помогать в организации такого масштабного международного события, это не так-то просто. Но мы понимаем, что есть потенциал, есть опыт, есть технологии, которые уже опробированы на практике. Наша задача сейчас просто масштабировать, вовлекать ребят из-за пределов города Красноярска, из-за пределов Красноярского края. Сегодня мы говорим о том, что универсиады это проект не только Красноярский, это проект для всей Сибири, это возможность показать именно Сибирь всему миру совершенно новой стороны. И в этом смысле мы, конечно, уже сотрудничаем и будем сотрудничать с нашими ближайшими соседями точно. У нас хватит духу, сил, ресурсов. Ну я бы сказал, что у нас не будет выбора, но изыскать эти ресурсы будет нашей уже обязанностью. Я уверен, что мы справимся. Кстати говоря, о волонтерах, мы вот, например, в рамках заявочной кампании проходили школы Красноярска и говорили ребятам, старшеклассникам, что у них реально есть возможность через вот эти пять лет как раз стать полноценными студентами, волонтерами универсиады. И глаза у них, конечно, загорались, и они уже в этом смысле заряжены позитивно на активную работу. Есть уже план действий, если сегодня ночью выяснится, что все-таки Красноярск станет столицей? План действий по общим вехам, конечно, есть. Он у нас отражен в заявочной книге, это досье города Красноярска как кандидата. Там прописано четко, что будет с нашей инфраструктурой, какие объекты спортивные будем строить, как мы будем модернизировать здравоохранение и многие-многие еще вещи. Мы понимаем, что следующая задача – это план конкретизировать, определиться с ответственными и потихонечку начинать запускать вот эти вот проекты по развитию города Красноярска, чтобы он был способен принять. Но вот мы понимаем, что на самом деле пять лет – это не такой уж и большой срок, и работать придется, я думаю, что в очень серьезном темпе. Ну а если говорить конкретно, вот сейчас как синхронизированы два процесса принятия бюджета на следующий год, в нем как бы заложены деньги на тот случай, если мы сейчас станем победителями? Ну вот в данный момент идет бюджетный процесс, и пока бюджет не принят, естественно, никаких денег на универсиаду там нет. Как только будет принято решение, соответствующим образом будет работа такая продолжена. Я думаю, что люфт во времени как раз у нас для этого еще есть. Кстати, вот еще буквально накануне стало известно, что Виталий Мутко возглавит нашу делегацию. Вот это же знак того, что мы имеем поддержку на федеральном уровне. Действительно ли это так? Ну конечно. Вот наш губернатор, он же не просто заявил о том, что Красноярск хочет принять универсиаду. Это же был разговор на самом высоком уровне. И с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и с Владимиром Владимировичем Путиным Лев Владимирович общался. И мы знаем их позицию на этот счет. И Владимир Владимирович тоже заявил о том, что Красноярск, безусловно, достоин того, чтобы принять такое международное событие. Большое количество консультаций, встреч, переговоров, совещаний было проведено с Федеральным министерством спорта. И Виталий Леонидович Мудко действительно вовлечен в эти процессы, и его команда. Мы очень часто общаемся, очень часто взаимодействуем, чтобы вот эта вот процедура заявочной кампании прошла максимально эффективно. Эффективность будет измеряться тем, получим мы сегодня право на проведение или не получим. Я догадаюсь, почему это важно и для России, и в том числе. Кажется, что мы вторая универсиада после Казани, а на самом деле, если смотреть, что это зимняя, зимних у нас никогда не было. Даже в советское время в Москве была, в 73-м, но тоже летняя. В Казани летняя, а у нас будет зимняя. В этом смысле, вот губернатор, когда предлагал руководству страны эту идею, он тоже основывался уже на том заделе, который в Красноярске был создан. Мы говорили о том, что на предыдущей зимней Олимпиаде большую часть медалей принесли как раз красноярцы. И на самом деле, можно четко сказать, что вот если бы вот этого аргумента не было, совершенно не факт, что вот эта идея поддержки именно проведения здесь, в Красноярске, универсиады была бы одобрена. Была создана система, которая дала определенные результаты в виде медалей, в виде чемпионства олимпийского, которая, в принципе, не оставила никаких больше аргументов против того, чтобы именно Красноярск стал центром вот именно зимнего спорта и вот такого вот события. Поэтому стоит сказать, что это действительно заслуга такого большого количества специалистов, которые работали над развитием системы спорта, над развитием городской инфраструктуры. И просто так эта универсиада, конечно, она бы нам никогда бы не далась. Вот про связку с Олимпиадой я нашел такой интересный факт. Оказывается, 60% всех участников универсиад впоследствии становятся участниками ближайших Олимпиад. То есть фактически на 60% это событие, это и есть Олимпиада, то, что мы ожидаем. Да, это вторые по величине спортивные игры в мире. А вы, кстати, Иннокентий, вы сам спортсмен? Ну, да. Ну, вообще, я учусь в Институте физической культуры спорта и туризма. И с профессиональным спортом я не занимаюсь, так просто поддерживаю форму. Скажите, вот ваше поколение, оно на ваш взгляд субъективно и активно занимается спортом? Да. Почему-то, мне кажется, вот именно последние 2-3 года, как вот на фоне Красноярска, я заметил, молодежь стала очень много заниматься спортом. Заполнены фитнес-залы. Я живу в Академгородке, и там каждое утро люди выбегают на пробежки. Ну, молодежь. Так что, ну, к спорту мы готовы, как бы. Ну, а как полагаете, университет сможет дать дополнительный стимул сделать спортом? Я, к сожалению, должен вас прервать. У нас уже на связи Брюссель, и мы сейчас передадим слово Брюсселю. Смотрим трансляцию. Недалеко, правда, от Брюсселя, в маленьком городке Ла-Юльп, он находится в 25 минутах езды от столицы Бельгии. Итак, в этом маленьком городке, где проживают всего 7,5 тысяч человек, в одноименном отеле для Красноярска произойдет очень важное событие. Мы, наконец, узнаем, станем ли мы столицей универсиады 2019 года. Напомню, что мы единственный претендент, но это не значит, что победа будет нашей. В общем, мы с вами об этом узнаем совсем скоро, через несколько часов. А через несколько минут пройдет финальная презентация возможностей Красноярска перед членами Международной Федерации Студенческого Спорта. А пока мы ее с вами увидим в прямом эфире, а пока я вам предлагаю послушать, что нам сказали Михаил Вдовин, самый молодой участник презентации, студент Сибирского Федерального Университета, и Анастасия Солопека, пресс-секретарь заявочной кампании. Поскольку я самый молодой участник делегации, самый молодой спикер, вот я немножко волнуюсь, я представляю студенчество Красноярска, молодежь Красноярска, можно сказать, говорю от их общего лица, вот, и, ну я думаю, все будет хорошо, я готов, я готов. Я думаю, что мы не раз уже доказывали во время заявочной кампании, что у нас свой путь, особенный, и всегда мероприятия, которые мы проводим, они отличаются какой-то самобытностью и сюрпризами. Но я думаю, что вы уже видели стенд, который у нас замечательный, с медведями, да, которые у нас почти что живые. На презентации будет тоже очень много интересных моментов. Я хочу сказать, что мы пошли по пути не каких-то официальных докладов, а это будут яркие фильмы, яркие выступления. И в конце, я думаю, что, не побоюсь даже этого слова, фееричное исполнение гимна заявочной кампании. Я не буду пока раскрывать, кто его поет, но когда все увидят, я думаю, что все просто будут в восторге. Мне кажется, все шансы есть, потому что я знаю Красноярск, я довольно-таки часто летаю в этот регион, в Сибирь, и знаю, что зима есть. Радующая человеческая русского человека, с которым они принимают, любого иностранца, вообще любого туриста, который приезжает, не спрашивая вопрос, зачем туда приехал и ради чего. Все есть для того, чтобы провести вот этот праздник спорта. И мы должны понимать, что юношеские вот эти игры, универсиады, это такой плацдарм для дальнейшего развития. И дай бог, чтобы все-таки в 2019 году универсиада состоялась в Сибири, состоялась в этом замечательном городе, потому что там есть абсолютно все для того, чтобы не только те спортсмены, которые приедут, можно так сказать, в столицу Сибири, в Красноярск, показать то, ради чего они вообще живут, над чем они работают. Но также у всех жителей этого города. А Казань показала, что жители с большим удовольствием приходят на все турниры и полностью заполняют практически трибуны. И чтобы вот жители Красноярска увидели красоту спорта. Последним выступал фигурист Алексей Ягодин, а стою я, если вы заметили, возле стенда Красноярского края, здесь медведи и символ нашей универсиады Юлайка. Отмечу, что поддержать Красноярск приехала и Россия, приехала большая делегация из России, возглавляет ее министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. Также приехал поддержать Россию и Красноярск, поболеть за наш город. Президент Татарстана Рустам Миниханов, а кроме того, известные спортсмены и красноярцы. Из красноярцев это глава города Эдхам Акбулатов, спикер законодательного собрания края Александр Уз, а также губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Добавлю, что отличительной особенностью заявочной кампании нашего города было то, что именно на стадии заявки у нас уже были послы универсиады. Такого никогда не было. Обычно послы появляются уже после победы. Итак, наши послы это Сергей Ломанов-младший, Александр Масляков-младший, Ольга Медведцева, Алексей Тихонов, Динара Сафина, Светлана Мастеркова, Александр Семин, Евгений Кегелев, Илья Авербух, Татьяна Руйга и другие. Их миссия – популяризация Красноярска как потенциальной столицы универсиада 2019 года и, естественно, пропаганда спорта и здорового образа жизни. Еще я хочу добавить, что сама финальная презентация пройдет в зале, который находится недалеко от нас. А кроме того, вот там, где я стою, рядом с нашим стендом, есть еще стенд другого кандидата на проведение, правда, уже летних игр 2019 года. Это Бразилия. Баку и Будапешт сняли свои кандидатуры совсем недавно. Так что сегодня также мир узнает, где пройдут и летние студенческие игры 2019 года. Через несколько совсем секунд у нас начнется финальная презентация. Я, коллеги, предлагаю вам посмотреть ее обязательно в прямом эфире, как я и говорю, в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, болеем за Красноярск, за Россию, держим кулачки. Спасибо за внимание, коллеги. На самом деле, интересная картинка у нас подходит, интересная информация. Сейчас буквально через несколько секунд будет сама прямая трансляция. С презентацией надо понимать. С презентацией, да. То есть еще не принятие решения, не принятие решения, повторимся, будет в 3 часа ночи. Сейчас будет презентация. Известны какие-то детали этой презентации, что там будет? Да, есть. Можем мы раскрыть небольшой секрет. Я знаю, что у нас там будут очень известные артисты выступать, да, как-то производить впечатление, что называется. Как вы считаете, сможем мы произвести впечатление? Я думаю, конечно, сможем. И вот если говорить об артистах, еще стоит сказать о послах универсиады. Действительно, это большая команда такая, людей очень серьезных, очень известных, которые абсолютно искренне поддержали город Красноярск. И вот этот шаг, он на самом деле показывает, что вот эти игры, они носят не только локальный какой-то характер, да, местечковый. Он носит действительно вот такой масштабный всероссийский. Когда Татьяна Руйга, когда Ольга Медведцева, когда там Александр Масляков-пладший, да, является послами нашего универсиады, это говорит о том, что мы сейчас находимся вот в временной ситуации, когда рядом с нами скоро окажется большое событие международного характера. А то, что мы сможем максимальное впечатление произвести, я абсолютно точно уверен, потому что я знаю, что там работает очень профессиональная команда наших коллег с Иннокентием, и там, да, и волонтеры, и Оно спортивный Красноярск, некоммерческая организация, которая занимается у нас заявочной компанией, и команда губернатора, и вообще команда Красноярского края очень сильная, те люди, которые назывались. А действительно вариантов нет. Будет все ярко, будет все по существу, эффектно. Я надеюсь, что результативно. Ну, если не совсем детально, но хотя бы намекните, что мы увидим? Что это будет просто доклад какой-то с трибуны, это будут видеоролики, танцы, пляски? Мне кажется, это будет микс из всего того, что вы назвали. Мы на самом деле досконально не осведомлены, если честно, о всем том, что там будет, потому что много для нас будет сюрпризов. Но точно знаем, что это будет и презентация, и видеоматериалы, и творческая составляющая тоже там будет присутствовать. Так а что будет важно для лиц, принимающих решения? Какой эффект мы должны произвести? Просто создать хорошее настроение или назвать какие-то важные обязательства, которые готовы? Ну, тут мы должны дать им ответ на два вопроса. Первый, сможем ли мы провести эту универсиаду с точки зрения всех особенностей, возможностей и так далее? И хотим ли мы, чтобы универсиада у нас прошла, и прошла именно у нас? Вот задача всей заявочной кампании, и вот последнего пика, уже финала этой кампании, вот сегодня, дать четкие ответы на эти вопросы. Чтобы у комиссии, которая несколько часов там будет совещаться и принимать это решение, не было никаких сомнений. И вот мне сейчас режиссер подсказывает, что у нас уже в Брюсселе все начинается, делегация Красноярского края и исполком ФИСУ уже на месте, и мы сейчас будем выдавать картинку из Брюсселя. И звук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова